Приветствую вас на канале, сегодня будем красить чутка автомобиль белый, большой, вот такой вот, вот такой, соболь, 4х4 Так, ну по порядку, то есть телефон разрядился, пока заряжал, не успел заснять То есть вот крыша, люк, да, ну вот стандартная газелевская штамповка крыши Здесь есть такие ниши, а и соответственно, ну с двух сторон То есть как бы есть сами ребра, да, сроскости вот эти, оп И вот углубление там, ну они на разной высоте, вот это чуть ниже, это чуть выше, вот То есть относительно ребра самого Здесь от прошлого хозяина, видимо, удар был, краска вот содрана Вот так Сейчас подсветочку включу Вот То есть как следствие, да Тут же подозреваю, что-то капало с потолка Потому что здесь у нас все хорошо зашпаклевано Ну естественно щели небольшие есть В квартирах появляются, а уж тут гараж Но, видимо, Верховский не сделал стяжку Там все время какие-то непристебайные соседи То одни какие-то мутные, то другие И как следствие, видимо, не сделали стяжку И ссорили, какая-то мазута В общем, капает на крышу И с пылью образует, вот, не знаю, видно нет Вот такой ужасный налет А кое-где вот эти пятна, которые, я не знаю Шлифовкой-то ототрутся, нет Ну вот пыль убрал Вот видите То есть это не моих рук дело Это вот капает с крыши Ну да, да Как следствие, вот видите Из-за этого вот ржавеет Вот тут еще ржавчина То есть вот тут линия пошла То есть что-то такое, я так и не понял до конца Ну тут понятно Да, то есть вместо сварки Тоже посмотрим Сейчас, может, зачищу С той стороны нет То есть уклон немножко плит сюда Вообще пола гаража И, соответственно, больше вода вот сюда стекает И вот тут, видимо, ну она стояла Это вот какая-то химозная или отработка Жидкость, не знаю То есть вот что так след составляет И здесь краска спучилась Картинку вставлю На что было похоже То есть я говорю Телефон разъедился Заснять не успел Там, значит, этот Как терка Советская такая Знаете Есть одна из сторон Такие Как будто от пули Пробоины Выставили Ну вот Поэтому Решил оперативно вскрыть Единственное, неудачно, конечно Гараж холодный То есть, видите Пара зорота, наверное, даже идет Как следствие То есть Металл у нас Вот, видите, да Ноль градусов Я не знаю Вообще, красят Нет Здесь почему-то чуть-чуть теплее Верх еще не так остыл Мороз начинается Так у нас что-то То ноль, то два градуса Ну, температура в гараже Все-таки ближе к нулю Вот Ну, попробую А что делать То есть, взял грунтовку Вика, что ли, фирма Ну, сейчас засниму Она просто у меня за пазухой В тепле, так сказать Грунтовку взял И взял наждачки Так, 180 Шестьдесят Шестьсот Четыреста Тремовскую Попробовал Взял На пробу Точнее, 320 По акции было И салфеток Обычных, рискозных Сейчас помою здесь От пыли Насколько это возможно Вот здесь вот еще Почищу Тоже зачищу И, наверное, буду Красить Так швы, в принципе, держатся Да, есть трещины На гермитосе Но краска, видите Нормальная Потому что все равно Не на улице Вот Ну, вот Единственное, говорю Очень пыльный Грязный гараж То есть, машина Пачкается быстро Ну, это полбеды То есть, явно Что-то вот Капает сверху И, как следствие Появляются ржавчины Следы ржавчины Стою я вот так Держусь, соответственно, за машину Там всякая химия Ну, погнали То есть, сейчас Здесь До зачищи Потому что у меня даже Наждачки нормально не было Когда это я счищал Сходил в магазин Купил Короче, вот эти Пять кругов Из салфетки Вышли где-то на 150 рублей То есть, сейчас Дозачищу Вот здесь тоже И буду Грунтовкой Праймером По ржавчине Ну, в баллончике Задувать Но потом Как перекрывать Не знаю То есть Сейчас обещают Синоптики Что середина Следующей недели Сейчас у нас пятница Уже Ну, с понедельника Грубо говоря Начнутся морозы И будет у нас Что-то там Чуть ли не до минус 30 Пугает Ну, в Самарской области Соответственно Тут в гараже Будет Ну, где-то Минус 5 Наверное Ниж-то не опускаются Но и теплее не будет Так, ладно Ну, в принципе Тут Не гниль Так, просто ржавчина Только началась А вот так вот Собственно Видите Стоит вода Простите Вот Соответственно Вот она вот Набирается Как бы Ладно Просто вода А с той стороны Ну, эта же часть Абсолютно не ржавая Неудобно там залазить Показывать Ну, я проверю Там нормально Все Да, пыльно, грязно Но ржавчины нет А здесь вот прям Вот как вот Точки вот эти есть Пошли грибки Прям такие Ну, здесь Списываю на Видите царапину То есть Бывший дарт Такой небольшой дарт Царапин А тут вот Прям вот Еще, говорю Наклон чуть сюда Вот оно вот так стоит И Добрый вечер Ну, видимо Вот Какая-то дрянь протекла Потому что Ту-зим Абсолютно проблем Никаких не было Это вот Даже не одну Две получается То есть Я Уже Ну, ревизировал Так сказать Крышу Смотрелся нормально Вот Это вот Буквально Конец, наверное Зимы Той Или летом То есть Что-то Возможно Протекло И понеслась Душа в рай Ладно Так Все Сейчас Еще раз Все По шкурю Уже Шестисотый Наверное И Буду Задувать Здесь Только вот Как подлезть Не знаю Ну, попробую Что-нибудь Придумать Что-нибудь Придумаем Так Ладно Так Значит Что у нас тут Вот эти вот Еще Рыжики Видите У меня тут Появились В принципе Можно тут Увлезть И общаясь В крышу Зашкурить Потому что Явно Какой-то Есть косяк При производстве Газелей То есть У них Вот эта ржавчина Как смеялся Не помню Академик Вроде Эльдар Автоподбор Да оба Наверное То есть Они даже Тихо стоят И ржавеют Не, не Наоборот Даже слышно Как они ржавеют То есть В принципе Есть доля Правды Однозначно В этом Видите Да На лице Абсолютно Ничего нет Краску Счищаем А там Печаль Беда Грусть Тоска И как угодно Вот В общем Тут я немножко Пас чистил Еще не до конца Ну и улегся Чутка Да И вот Это место Сварной шов Вот смотрите Какая красота Под герметиком В принципе Чтобы сохранить Жизнь газели Надо весь герметик Вскрывать Закрашивать Точнее Зачищать Снова Все обрабатывать И Ну Соответственно Уже Красить Тогда В принципе Металл Толстый Можно жить Но Будет ли это Кто-то Заморачиваться Настолько С газелью Я не знаю Собственно Кто Имел дело С газелью Лучше Меня все это знают Я никому Наверное Ничего не открою Я вообще Чайник По сравнению С теми Кто Работает Каждый день На линии С ними И знает Прекрасно Как это Все Может Отрыгнуть Проржаветь Отрыгнуть Я в смысле Узлы имею ввиду Ну и Проржаветь Кузовщину Ладно Сейчас Вот это Еще Счищу Вот Эту Шляпу В частности Вот Аккуратненько Зашкурю И Задую Как вариант Если Грунтовка Плохо Ляжет И лаком Потом Не получится Хотя бы Перекрыть Ну до лета То Куплю Три в одном По ржавчине Поставлю Печку Ну не печку А тепловую пушку И немножечко Заморочусь Ну а пока Так Попробую В общем Вот такая Вот история Ну все Зачистил Ну все равно Эти рыжики Есть В хорошем Это все Надо шкурить А смыслу Всем этим Ну заниматься Если я В гараже Все равно Там Даже Плюс 10 Наверное Не добьюсь То есть Зачистил Акалину Сейчас Все это Задую Этим Праймером Вот этим Вот Ну который Говорю в начале Ролика Грунтовка Праймер Анти Коррозионная В составе У нас идет Аукидная Грунтовка Антикоррозийные Добавки Пропелент Ну естественно Высыхание 20 градусов То о чем я Говорю Ну Температура Металла Сейчас где-то Порядка 7 градусов Воздуха Где-то 3 Как так Получается Не знаю Ну вроде как Термометр Обычно Меня не подводят Хотя там есть погрешность В 1 градус Так Ну все Сейчас Задую И наверное Уже до следующего раза Посмотрю Если нормально Все засохнет То Куплю еще Такой баллончик Уже Лака Ну белого Автомобильного Ну посмотрим Ну все С грунтовкой Закончил Ну вот видно Тональный Цвет другой Немного Оттенок Вот Хороший Здесь заметно Заду Заду Этот Угол Здесь Ну там где был Такого металла Все равно Немножко видно Ну Когда Вот такая Вот история То есть Ее начинаешь Соответственно Да что Ты с фокусом Ее счищать Да Ну там где-то Сантиметр Может такой Будет В диаметре Максимум Становит Как бы Нормальный Белый металл Ну То ли грунт То ли краска Такой толстый слой На Ну На заводе Тут обливается Что Ну да На автомобиль Таким слоем Точнее И Прям Кратер Такой получается То есть Ну понятно Вот закрасил Да Например Кисточкой Карандашом Там Ну такие Автомобильные Знаете Продаются Там Подмазать Но Все равно Некрасиво Ну Выходит Это Примерно То есть Есть где Лучше зачистил И уже Рядом Ничего не ржавеет Ну то есть Нет никаких Рядом Очагов А Тоже Вот такие Нюансы Соответственно Они расползаются Потом Гриб Может вообще Вырасти То есть Вот зачистил Наверное Уже несколько Лет ему Там Получается Вмятина Это Видимо Болезнь Всех Газелей Что ли То есть Выпуклость Вот такая Ну вот Зачистил Грибок И Хорошо Держится Естественно В цвете Сильно Отличается То есть Ну ничего Не ржавеет Дальше Уже Вот говорю Несколько лет Держится Поэтому Как быть Буду признаться Напишите В комментариях Соответственно Я их купирую Все такие вещи И она Не ржавая Не гнилая Но Но Смотрится Вся Пятнышка Вот А денег Нет Ее взять И полностью Залить Облить Точнее Новой Краской Да и Времени Там не столько Наверное Ее обливать Сколько Подготовка Это вот Залепить Окна Пошкурить Захочется Получше Ну и Понеслась То есть Уже вот так Вот не пошкуришь Уже там Может быть Не знаю Грунтовать Придется Да Чтобы не было Перепадов Старой краски И голому металлу В общем Моментов Много Напишите Буду признателен Немного Машину Покрасил Сейчас будем Оттирать Не залепил Ничем Пока По свежему Сейчас Ототру Бензинчиком Вот так Вот она Засохла Вот Так Бренд Этот Логотип Versace Почти Получился А где А вот Здесь У нас Ну тоже В принципе Видно Чуть Чуть Контуры И Соответственно Подосток Подосток Я попробовал Старой краской Забрызгать Зря Видимо Уже В ней Присадки Добавки Которые Оттвердевают Ее Закончились Короче Эту хрень Сделал я Зря Ну ладно Сейчас Немножечко Счищу И Задую Уже Свежекупленный А купил я Вот такую Вот в этот раз Ну в принципе Двести вторую Я уже брал Как мне Объяснила Продавец Они все Желтеют Потому что В них Добавлен Сразу Лак Если Все это По раздельности То Эффект Был бы Очевидно Лучше Срок Хороший Но Надо Несколько Слоев А уже Наверное Минус Три В гараже Ну где-то Так То есть Вот Тоже Это Аукин Эмаль Так же Как и Праймер Которым Я покрывал Так И еще Я взял Наждачку Посоветовали Мне Полторы Тысячи Вот Зерно То есть Я заматирую Немножко Здесь Сотру Там Заматирую Наверное Сам этот Вот Водосток Я вставлю Не буду Уже Вытирать Потому что По сути Это просто Перекрыло Грунтовку Поэтому Не вижу Здесь особо Поблема Пусть даже Она в полужидком Состоянии Все зимы Постоит Абсолютно Не в проблему Вода Ее точно Не смоет Не разбавит А уж Летом Разберемся Я не ожидал Такой подставы От соседа Поэтому Сверху Поэтому Решение Принимаю По ходу Пьесы Так Ну все Сейчас Зашкурю Голова Раскалывается Ужасно Вот И Задую Так Ну все Докрасил Сделал Подтек Видите Краска Очень Жидкая Стекает Прям Ручьями Вот они У меня Подтеки Как бы Абсолютно Пофиг По лету Можно спокойно Это зашкурить И покрасить Сейчас же Что Основная цель Как я говорю В начале ролика Это Чтобы не ржавело То есть Все Пятна Закрашены Здесь тоже Ну и Вода Акведук Этот тоже Канал Этот Закрасил Скорее Сего Она и будет Такой Красиво Белой Естественно Пожелтеет Но это Я уже Буду решать Вопрос Летом Сейчас же Главное Чтобы не ржавело На зиму Потому что Зимой Навряд ли Буду ездить Я так и Не сделал Передний мост Так Ну все Спасибо Всем За внимание Берегите Все До новых встреч На канале Не забываем Подписываться Всем пока До новых встреч